МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую участников сегодняшнего события. Я хочу рассказать сегодня об устройстве в дополненной реальности, о том опыте, который мы получили, разрабатывать данный тип устройств и с какими проблемами столкнулись, с чего вообще мы начинали. Для начала я хочу познакомить вас немножко с нашей компанией, буквально один слайд, недолго. Значит, научно-техническая компания «Изовак» является крупнейшим поставщиком вакуумно-технологического оборудования, которое используется для оптики, микроэлектроники. Это основной профиль компании, но в последние годы для того, чтобы компания все-таки научно-техническая и был накоплен опыт, появились связи, знакомства с различными производителями в России, на юго-востоке Азии, то было принято решение инициации начала работ более в такой технологичной сфере, уже ближе к небольшим устройствам, чуть-чуть дальше от промышленности. То есть, ну, вы можете посчитать, в принципе, основные наши компетенции в нашей компании, но хочу ближе рассказать, именно с чего началась разработка устройства «Дополненная реальность». Пару лет назад нам обратился один из партнеров, это Витебский КП «Дисплей». Они производят нашлемные системы индикации непросветного типа, то есть, где нельзя видеть через нее окружающий мир для, скажем, военных целей. Но у них появилась там идея реализовать устройство, которое будет аналог Google Glass, то есть предоставлять возможности дополненной реальности для различных потребителей. И вот с этого момента мы начали как-то готовиться, изучать материалы, работать над разработкой устройства. Значит, в принципе, почему эта тема сейчас, в данный момент, интересна, я нашел развитие рынка, прогнозы развития рынка, дополненной реальностью, виртуальной реальности в будущем. Как говорят эксперты, дополненная реальность превысит прибыль дополненной реальности, прибыль виртуальной реальности там три раза уже к 20-му году. Поэтому эта тема, скажем, сейчас жива, и, как мы видим, много эти гигантов в данный момент стремятся войти на этот рынок, предоставить какие-то свои решения. Там Microsoft, HoloLens вообще порвал все, что можно. То есть у кого-то получается, у кого-то нет, но, в принципе, все стремятся, все понимают, что за этим будущее, и в том или иной мере как-то активизировать все эти возможности. Немножко жалко, конечно, пока, что, если посмотреть на весь рынок, компании, которые предоставляют именно hardware, то есть железную часть их, очень немного список технологий ограничен по причинам того, что это все-таки оптика, вещь консервативная, и, скажем, инновации разработки в этой области идут со скрипом. Вот. То есть и по ожиданию, к 20-му году практически половина суммы вот доходной части, она будет именно приходиться на hardware. Там, где работаем сейчас мы, и где видно, что есть достаточно серьезное отставание, то есть разработчики software готовы уже подавать какие-то продукты, то есть на японских выставках очень много примеров того, как по, пока не для потребительского рынка, но, по крайней мере, для приложений сводской логистики, там, спецслужб и других вещей, по крайней мере, такие разработки появляются, и они активно внедряются, то есть тема живая, она движется, и это не может не радовать. Значит, немножко хотелось поговорить вообще, что, ну, как-то ввести в одни координаты. И, с чего все-таки состоит устройство, то есть нашел снимок старого патента в левом верхнем углу, это 1916 год, то есть на тот момент люди уже задумывались над созданием каких-то таких устройств, то есть это, ну, сто лет назад, но, по крайней мере, это уже было в умах людей. В принципе, если... Тут вкратце... Указка есть? А, все, нашел. То есть на примере схемотехники компании Sony можно разделить устройство на три основных части. Это микродисплей, который является генератором изображения, проекционный объектив, Optical Engine тут обозначен, и коллиматор, он делает... Ну, производит трансформацию изображения, чтобы проецировать его на бесконечность, чтобы человеческий глаз, когда смотрит через это устройство, постоянно не менял свой фокус. То есть, чтобы мы видели картинку именно на фоне окружающего мира, а не как будто что-то перед нами висит, именно перед глазами. Еще одна часть — это волновод. То есть есть достаточно очень много, на самом деле, вариантов его реализации. То есть постоянно работы идут над совершенствованием, разработкой. Допустим, с правой стороны — это схематика патентов Google. То есть, в принципе, у них такая же самая... Ну, точно такая же система. Есть дисплей, есть какая-то оптика, трансформируют изображение, есть та часть, на куда она выводит это изображение, информация. То есть основным параметром является угол поля зрения. Тут Top View, и сейчас идут попытки как можно больше увеличить угол поля зрения, чтобы картинка перед пользователем выглядела большой. То есть она занимала все пространство, а не висел там, условно говоря, квадратик 10 на 10 сантиметров на расстоянии 3 метров, на котором, кроме того, что он зеленый или красный, ничего нельзя понять. То есть последняя компания Lumus на CES 2017 представила там первый прототип, где они Field of View довели до 50 градусов, и это на самом деле достаточно серьезный результат. Но технология их изготовления волноводов очень сложная, и насколько это быстро появится в масс-продакшене, судить пока рано и сложно. Что касательно нашего устройства, то есть я вам описал примерно схематично, с чего все это дело состоит, и как начали разработку мы. То есть в качестве первоначального прототипа, так как мы электронику получали от партнеров, они работали с OLED-дисплеями, диагональю 0,6 дюйма, микродисплей компании Imagine. И компания Imagine предоставляет призму VFO 5, то есть ее можно купить, она свободна для покупки. И ее, в принципе, там, параметры, она дает диагональный угол поля зрения 40 градусов, что достаточно хорошо. Единственное ее ограничение, это для нас было расстояние между волноводом и самой призмой, то есть точно такая же схематика, плоскость предметов, это OLED-экран, это призма, это волновод. То есть габаритность системы, она получалась достаточно большой. Но, тем не менее, мы купили данную призму, мы с ней поработали, и она запендовала себе положительно. Второй вариант, мы просчитали собственную такую же призму в программе коды FIFAS, Синапс, по-моему, то есть расчетчик прочитал, и расчет достаточно нетривиальный, потому что, как правило, формирование поверхностей оптических происходит близко к радиусу, к сфере. Когда мы имеем дело с preform surface, то есть когда у нас каждая точка, она просто рассчитана математически, чтобы получить какой-то результат. Мы приходим к тому, что уравнение с собой начинает представлять, которое задает эту поверхность, достаточно серьезно, у 66 полиминальных коэффициентов, которые надо как-то внести в запах, чтобы отправить на изготовление производителю, к примеру. То есть не очень нетривиальная задача, но, тем не менее, в мире уже есть, как оказалось, те компании, которые готовы производить поддержку в производстве таких вещей. Но стоимость для макетного образца, конечно, она была достаточно серьезной, чтобы делать эту призму. Она была пластиковая, и литье требует достаточно эффекта вложений, чтобы получить какой-то результат. И следующий вариант объектива, который прорабатывался на стеклянной, на сферической оптике, это как объективы фотоаппаратов, бинок и всего чего угодно. То есть это более классический подход, он более известный, более понятный для нашей страны. То есть у нас те предприятия, оптические отрасли, которые работают, для них это понятно, если он не заказывает. Но, к сожалению, пока технологическая база наша устарела настолько, что мы не нашли ни в России, ни в Беларуси ни одного предприятия, которое смогло бы реализовать оптическую схему даже на таких простых вещах. То есть это была большая проблема, пришлось связываться там более чем с двадцатью поставщиками, чтобы они удовлетворили всем требованиям, которые были заложены в эту оптику. И фактически там из всех двадцати поставщиков ответственность только двое, с которым сейчас одним из которых мы работаем. Но очень было много трудностей в переговорном процессе, в устаканивании требований к оптике. Значит, следующая составная часть – это волновод. Также наша компания занимается напылительным бизнесом, то есть предоставляем услуги по созданию тонкоплёночных покрытий, оптических фильтров и подобного плана оптических стеков. И был рассчитан вариант волновода, который позволит передать информацию от экрана и отобразить ее перед пользователем, при этом сохранив все углы, сохранив возможность видеть через экран, через волновод, чтобы не терять картинку мира, чтобы реальность воспринималась действительно как дополненная. То есть мы проработали в первом прототипном варианте изготовления волновода, мы его изготовили, сделали все покрытия, то есть на самом деле задачи оптимизации стояли достаточно серьезные, и программное обеспечение не позволяло делать оптимизацию в автоматическом режиме. То есть это все было сделано вручную, очень много переборов, пересчетов, согласований, как доложится готовое устройство. Но тем не менее у нас получилось сделать пробный волновод, и мы таким образом собрали прототип, который показали на МАКС, выставке, авиационный МАКС в Москве. Значит, с характеристиками можно ознакомиться на таблице. В принципе, ну, скажем, для нашей, для пытности в СНГ это был достаточно хороший результат, то есть на выставке было очень много людей, которые интересовались, подходили к этому. Несмотря на то, что в устройстве были недоработки, какие-то вещи мы не могли учесть, потому что оно было разработано, изготовлено буквально за полгода, и весь тот опыт, который были компании, которые занимаются десятилетиями, он нарабатывался достаточно тяжело, но тем не менее мы продемонстрировали образец, и можно следующее видео, следующий слайд, сейчас мы, ну, я решил показать, как это работает, не судите строго за качество картинки, все эти вещи, вот, и не до счет пока загружают видео, то есть эта картинка, которая идет с волновода, вы можете видеть, что там есть полосы, если смотреть на него, он прозрачный, то есть через него видно все целиком, с обратной стороны картинки никакой не видно, то есть с обратной стороны оператора немножко подгулял, если смотреть со стороны, где расположен глаз пользователя, то можно видеть, что там проецируется информация, и в принципе результат получился положительный, мы увидели те моменты, где мы были, скажем, допустили ошибки, где были неправы, какие точности надо держать, и сложность устройств заключается в том, что угловые точности измеряются в секунду, и линейные точности измеряются в микронах, и поэтому изготовление такого плана оптики очень, скажем, требует серьезную производственную базу. Вот. Второй образец уже предсерийный, то есть когда мы получили положительный опзыв, пришли люди, которые говорят, что как бы все хорошо, у вас, вот мы видели, у вас есть вот эти моменты, которые скажем, нас не устраивают, не могли бы вы их поправить, первая была претензия так яркости, как вы могли видеть, что приходилось поставлять какую-то там шторку затемняющую, чтобы видеть картинку. Это была проблема OLED-дисплеев. Сейчас компания Imagine и Фронтгольферский институт в Германии объявили начало R&D, там буквально год назад, по увеличению яркости OLED-дисплеев. Но когда это будет, то есть начался R&D и в какой момент это будет доступно для потребителя, тоже не такой вопрос прогнозирования. Поэтому мы остановились на Хаймаксовском тайваньском дисплее L-POS. Его основное отличие, что он сразу идет с цветовыми фильтрами и для генерации картинки не требуется модуляции цветовых каналов светодиода, как это делается с L-POS без цветовых фильтров. Единственное ограничение, которое в этом уступает, то, что разрешение снижено до 800 на 480 точек, что в принципе пока для отображения простейшей информации более чем достаточно. при этом упрощается очень сильной электроникой. Также на внешний вид 3D-модель платы с размещением элементов верхняя и нижняя стороны. То есть достаточно, так как это все приложения находятся возле головы, компоновка требует достаточно жесткие требования компоновки всей электроники. То есть, наверное, плата четырехслойная, ну это не показатель, но все элементы очень сильно упакованы, все корпуса подбирались с наиболее с минимальным размером КГА корпуса, потому что по-другому никак не развернуться. Значит, установлена микросхема МКУ-9250, это 9-осевой акселерометр, гироскоп и компас, в котором получаются данные о положении головы, потому что все-таки для их взаимодействия недостаточно просто показывать часы в будильнике и говорить, что вот эта дополненная реальность мы в будущем. Поэтому необходимо какое-то интерактивное взаимодействие и чтобы все эти вещи отслеживать был заложен вот эта микросхема. Преобразование HDMI просто реализовано на микросхеме ADV7610, достаточно хороший кристалл. Единственный минус, что там более чем тысяча регистров, которые требовали настройки и все эти данные надо хранить в EPROM и постоянно записывать при нациализации устройства, чтобы вся картинка, которая поступала, так как у нас не было работы именно hardware на низком уровне с дисплеями. Буквально там две недели мы сражались, чтобы запустить этот экран, чтобы он начал работать. И в принципе габариты значительно сейчас уменьшились. Мы идем, что встраиваем нашу систему в маску, потому что в любом случае должен быть какой-то носитель, какие-то очки, какая-то маска, но пока у нас для потребителя маска. То есть тут опять-таки по схеме стоит L-COS экран, стоит осветитель, объектив и вот с этой стороны находится лун, вот здесь он синий. Электроника убрана вверх маски и гибкими шлейфами подключена к LED-источнику и экрану. То есть ну если вкратце говорить, то в принципе сейчас мы находимся на завершающей стадии, мы ждем изготовления волноводной части, вся остальная схема у нас отлажена, она у нас на руках и то есть в ближайшее время мы уже будем запускать устройство в собранном виде и получать какие-то результаты с пакетами ошиблись, где наоборот скажем что-то учли, поэтому работы еще много спасибо за внимание у нас осталось время чтобы на заказ в этот раз уже не один а целых два подарка это будет мышка беспроводная от бренда STC и сертификат на три месяца бесплатного хостинга под актив кладу поэтому не стесняемся задаем вопросы два подарка а вопросов нет как так за вторым расскажите как у вас обстоят дела с программным обеспечением физические устройства есть а как вы планируете реализовать программную часть пока программная часть сложно говорить как программная часть уже должна идти на разработчиков предоставляться разработчику мы надеемся что наши предсерийные образцы будут в какой-то виде скажем китами для разработки но фактически когда мы разорвали устройство мы говорили что мы делаем оптический модуль это наша граница то что мы делаем мы даем разработчику интерфейс для получения каких-то данных от устройства и даем ему возможность передавать туда информацию то есть мы целиком готовы по электронике что-то помогать но что касается именно каких-то приложений уже подконечного заказчика то есть не знаю складской логистики условно говоря чтобы можно было легко на складе искать где стоят коробки предметов пока для таких вещах ну они не в профиле компании ну мы не позиционируем условно говоря к этим мы не хотим связываться с такими вещами потому что это свое поле для есть просто скопировать технические устройства очень просто если вы его разработаете у вас комплекс он красится я скажу так что ну на самом деле кажется когда я рассказываю что там ну три каких-то штуки да и они вот так вот работают достаточно легко и просто там передали засветили в действительности очень много подводных камней которых ну понятное дело я там не буду раскрывать там какой головняк круг и там мы все это дело запускали там первый раз да какие были проблемы но как правило вот эти небольшие ноу-хау которые там есть отличия из которых состоит все устройство то есть знать где что применить какое покрытие какие углы как посчитать где можно чем-то поступиться где наоборот надо жестко поддержать они как одно это есть ноу-хау то есть нельзя просто взять скопировать на раз-два какое-то устройство на самом деле ну качественно вы защищаете защищаете этот суперпетент да сейчас заявка готовится под подачей в ПТС то есть уже написано формальности на фирме по защите информации я хотел бы узнать насчет какие преимущества перед ВИА что мне может заставить использоваться вашей технологией а не например тем же по плосрифте всеми остальными то есть в чем какие преимущества инкурентны вашей технологии по сравнению с другими ну преимущество здесь в том что когда вы в ПР та картинка которая вы получаете она скажешь в цифре тут же ну и условно говоря насколько я понимаю пока достаточно проблематично передавать изображение с камеры на экран чтобы ты видел свои руки когда ты работаешь тут же какая-то дополнительная информация она просто висит и не мешает условно говоря она появляется в нужный момент ты всегда можешь с чем-то взаимодействовать потому что для потребительского рынка пока очень проблематично на самом деле все компании мы общались с тайваньской компанией СНСЕю она сейчас отделился я забыл от них отделилась компания которая занимается производством подобных оптических модулей но они фактически скопировали аналог Google Glass и он доступен к покупке то есть его можно спокойно купить найти их в интернете и вот когда мы с ними общались они говорили что вот у нас есть устройство вот классно но найдите куда это чтобы были объемы чтобы можно было это продавать поэтому пока постепенно к этому все движется то есть в трендах машинное зрение какие-то распознавания образов и постепенно когда на корпус какой-то стек технологий который позволит сделать инструменты легкие чтобы разработка была достаточно легкой и удобной тогда наверное все вопросы и снимутся чем лучше аэроответ можно пару распознавания обеспечена скажите кто номер один в разработке вашего поиска в этом мире на самом деле компаний где применяется компаний достаточно много пока можно сказать по тому какой идет пиар-акция самый номер один это Microsoft все-таки со своим пололенс потому что можно было в какой-то момент говорить Google потому что они довели потребительского рынка они придумали какие-то механизмы взаимодействия с устройством пока это Microsoft и то как они взяли за это дело всего скорее именно железо сложно железо надо а именно с точки зрения железо меняется на самом деле пока мне не довелось не взглянуть но я работал с американским грузиксом который тоже делает такие же модули и у Microsoft там дефракционная оптика насколько я считал в материалах потому что пока сам не покрутишь не поймешь есть случаи установить науку вовсе разрешение вовсе в смысле анализ в смысле что это у вас ну у них у Microsoft так и идет что да у них целиком то есть они пока предоставили наиболее такой законченный продукт если говорите о железе и о софте о преимуществах тех или иных технологий можно спорить сколько угодно на самом деле есть технологии которые дают картинку круче но при этом приходится на голове носить 15 кг что мало кому понравится еще вопрос скажите пожалуйста разве Microsoft вот это HoloLens разве оптика это не экран нет 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 вы что ну то есть вы можете там в гугле спокойно есть видео где весь Microsoft HoloLens лежит на столе весь разобран и там перечисляется покомпонентно что в него выходит и там есть такая вещь как Optical Engine по-моему точно так же называется и там можно видеть поблескивание дефракционной оптики например здесь как здесь HTC показывает view то есть есть тоже на основном устройстве камера да и как бы так и какая-то дополненная реальность там тоже присутствует то есть камера можно видеть что вокруг происходит и дополнительные элементы на экране то есть особое преимущество вот этой публики оно в чем в том что ну я еще не хотел смотреть как с камерой пиар но восприятие насколько отличается восприятие от реально живого ну то есть насколько видно что это камера то есть какие-то флюры муары потом давайте ну к примеру мы перешли в темное время суток да и у нас проблема с получением информации потому что картинка с камеры пока шумы сенсоров мобильных достаточно высокий я друзья давайте все остальные вопросы на перерыве сейчас настало время наградиться лучших поэтому Артем давайте выберем кому пойдет хостинг кому мышка ну это как-то давайте хостинг кому хостинг я не знаю такая вещь молодому человеку давайте мышку за последний вопрос к нам человеку хостинг который задавал вопрос про какое железо сейчас вам я вам нам еще далеко просто сейчас вам вот сейчас вот сейчас сейчас можно да конечно спасибо спасибо спасибо